Здравствуйте! В эфире программа «Разговор по душам». Программа, где я, ведущая Елена Бубнова, веду разговоры по душам с врачом-психотерапевтом Алексеем Зотовым. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, Елена! Куда вы ведете наши разговоры? Сложный вопрос. Мне бы хотелось ответить, что я веду ее в определенность, но мне кажется, чаще всего мы идем в неопределенность. Или в многомерность и многозначность. Люди по-разному одни и те же события для себя прочитывают, по-разному понимают. И, в общем, такая многомерность – это многозначность, разность точек зрения. В общем, одна из самых невыносимых, наверное, порой ситуаций, когда люди по-разному это понимают и сложно им договориться. Так и есть. И при этом, наверное, у нас есть стремление или попытки уложить сложные, многомерные вещи в какие-то простые конструкции. И когда иллюзия проходит, ну, кажется, что мы достигли вот этой простоты, иллюзия простоты растворяется, исчезает, и там, как ни крути, все равно все оказывается очень сложно. Как, например, в теме наших программ, где мы с вами уже две предыдущие программы разговаривали про личностный рост, и у нас есть отклик от телезрителей, и что эта тема очень интересная. И в этот раз мы решили вроде тоже продолжить, но немножко вот с другой стороны на это посмотреть. Ну, по крайней мере, да, к нам коллега позвонила, и мы поговорили, телезрительница, и что-то. Если так посмотреть, наверное, в определенной степени наше время, вот текущее, в которое мы живем, оно под звездой личностного роста проходит. То есть вот это масса книг, масса выступлений, масса идей, и это волна, в которой я порой ощущаю, что я барахтаюсь, и хочется, я вижу, что барахтаются другие люди, хочется немножко разобраться, и, может быть, встать на не то, что твердую позицию, да, в волне твердая позиция очень сложная. Ну, как-то найти свой способ с этой волной соотноситься, чтобы не нахлебаться. Такая метафора возникла, да? Вот, поэтому то, что недоговорено, на мой взгляд, было в прошлый раз и может быть интересно, это идея такая, она не моя, но она мне симпатичная, я о ней думаю. Может быть, коллеги меня поправят, те, кто более предметно занимается этой областью. Но вот идея личностного роста, это идея очень, как это сказать, хорошо существующая в союзе с нынешними отношениями людей друг с другом. Ну, можно сказать, что это экономические отношения, социально-экономические отношения, так скажем, да? То есть, личностный рост – это форма капиталовложения. Ну, да, вы немножко опередили мою идею. Сама по себе идея о том, что человек занимается самим собой, она стара, как мир. То есть, как только человек, наверное, стал способен к рефлексии, он стал обращать внимание на самого себя. Но вот так, чтобы человек вышел в центр мира, мироздания, не будем об этом говорить. Ну, вот сейчас главное для человека – это, ну, не знаю, далеко не будем ходить. Заходишь в соцсети, еще куда-то, я, по крайней мере, может быть, у меня попадается, у коллег или у наших зрителей как-то по-другому. Масса картинок, да? Лучший друг самому, лучший друг тебе – это ты сам. Если тебя все бросят, ты сам у себя все равно останешься. Это там лучшее или самое большое доверие, которое ты можешь получить – это оказать себя самому. Ну, это их эхо личностного роста или маски личностного роста. И то, о чем вы сказали, это идея, ну, некого бизнес-проекта. Почему бизнес-проекта? Потому что вот эта вот давняя идея и давнее возделывание человеком самого себя, оно приобрело вот формы капиталовложений, вложений времени, всего. И даже та лексика, которую личностный рост окружает, она, ну, вложиться в себя, да? Ну, как вложиться в акции, я не знаю, там… Получить проценты потом, да, или дивиденды. Да, что я от этого получу, какие навыки я прокачаю. То есть вот это все как бы описывает, или этими словами человек себя описывает, как нечто, что вот требует модификации, постоянного вложения, апгрейда, да, скиллы и так далее, и так далее, и так далее. Я не в том смысле, что это как-то плохо или хорошо. Мы с вами, на мой взгляд, избегаем оценочных позиций, но это не к нам, по крайней мере, да, но поговорить, что в этой ситуации творится. Вот. И, конечно, там, где человек готов вкладываться в себя рынок услуг и рынок специалистов или не специалистов, которые готовы ему предложить нечто, чтобы его предприятие развивалось и так далее, этот рынок очень обширный, да? Очень, потому что, насколько мои соцсети откликаются на запрос, наверное, это мне постоянно предлагают стать хорошим руководителем, мы вас научим, как работать с коллективом, вот подрастить именно как руководитель, как организатор групп и прочее, прочее. В смысле, руководство мне нравится одна из формулировок, и я знаю людей, которые активно придерживаются, лучше формулировок, которых придерживаются руководители больших и не очень больших предприятий, организаций, она звучит примерно так. Лучшее вложение в организацию – это вложение в его лидера или в руководителя, да, то есть руководитель продвигается, прокатит. И, еще раз, да, оно не лишено оснований, но оно звучит очень интересно, да, и в этом смысле мы видим руководителей, которые вот это все посещают, расширяют, и все это, ну, активно двигается. Вот. Иногда это рост ради роста, иногда это рост… Зачем я лично снарасту? Ну, мы с вами в прошлый раз об этом говорили, потому что я буду социально привлекателен, или потому что я буду больше зарабатывать, или потом, ну, какие-то, как это, верифицируемые, считаемые категории в этих призывах показываются, или, по крайней мере, предлагается учитывать. Учтутся ли они на самом деле – это там второй, третий, может быть, вопрос. То есть вот я об этом хотел сказать. Может быть, продолжая эту тему и отвечая нашей, Ольга, по-моему, была телезрительницей, если я не путаю, да, кто этим занимается личностным ростом? Да все вокруг. Компании известные и неизвестные занимаются личностным ростом. Ну… Коучи люди, психологи. Я имею в виду как раз люди, которые не занимаются психологией, да, то есть люди, занимающиеся туристом. Ты съездишь и вернешься другим человеком. Ты не узнаешь себя, ты личностно вырастешь, ты там чего-то с природой познакомишься, да. Маркетологи, продающие автомобиль лично тебе, да, ты с этим автомобилем будешь совсем другим человеком, и в социуме и так далее. Но я какие-то общеизвестные вещи произношу, но тут их не лишние повторить. И на мой взгляд, это все не в одну кучу, это все в вытяную такую очень стройную модель. Все кружится вот вокруг благополучия человека. Вроде бы проблема, остающаяся, что этого благополучия с одной стороны прибывает, а с другой стороны, как будто, не знаю, делает ли нас счастливее. Делает ли нас счастливее и помогает ли преодолевать одиночество? Потому что тема личностного роста, она актуальна не только в индивидуальном плане, но и в плане отношений, когда вот эту работу над отношениями, что вот мы куда-то к чему-то идем, ну вот этого тоже так много, и отношения становятся тоже, да, проектом таким. — Я вот слушаю сейчас себя, ваш вопрос, и думаю, что хочется оговориться, что идея личностного роста — это не единственная идея. Ну, просто оставить заметку, пометку на полях, иначе возникнет вопрос. Ну, хорошо, вы это обсуждаете. Ну, вопрос со стороны, например, а есть ли что-то еще? Ну, я не знаю, навскидку у меня приходит, я сейчас не буду развиваться, если кому-то из телезрителей будет интересно, может быть. Ну, например, там идея служения есть, да, где человек не думает о том, что он… Служение, я сейчас даже, может быть, так скажу, неважно чему служит он. — Ну, альтруизм? — Служит ли он другому человеку, служит ли он стране, служит ли он Богу, да, служит ли он, не знаю, делу какому-то, да, которое вот является делом всей его жизни. Спросить его про личностный рост, добывает ли он какие-то преимущества и так далее. Это просто как пример, что есть другая идея. Она не единственная, есть еще некоторое количество идей. Просто хочется показать, что из этой комнаты, ну, она не одна в пустом пространстве. Вот, по поводу одиночества, тут тоже интересная вещь, как будто идея личностного роста, как будто дает ответ на вопрос, если ты хорошо личностно вырос, тебе не страшно одиночество. Ну, я вот уже это произнес, да. Ты сам себя поддержишь, ты сам себе доверяешь. Хорошо поговорить с умным человеком, особенно если этот умный человек ты сам, ты сам себя не предашь, ну, на разные лады, да, масса таких максим каких-то, да, выражений, которые адресует человека к самому себе. Но волей-неволей, по собственному желанию, исходя из зова природы, исходя из социального давления или из всего вместе, люди ищут друг друга, встречаются, вот, и предварительно, когда мы с вами буквально так коротко говорили, о чем может быть речь, то из личностного роста мы можем из этих капиталовложений и вложений ресурсов в себя, мы можем шагнуть и посмотреть, и в этом смысле, мне очень нравится книга Полины Арансон, не так давно я прочитал, ну, хотя бы одного автора стоит упомянуть, чтобы любовь сделай сам, чтобы нашим зрителям было понятно, в каком поле все это можно почитать, да, вот, это идея отношений двух людей, как идея бизнес-проекта, как идея предприятия некого, в котором существует все то же самое, та же самая лексика существует, отношения строятся, расширяются, в них вкладываются, причем эти вклады, в общем-то, посчитаны, иногда эти вклады партнеры друг другу предъявляют, ну, хорошо, я вот это вложил, а ты что вложил, да, там, я пошел туда-то, я начал этим-то заниматься, я прокачал такие, а ты что начал, я пошел учиться, да, а ты, ну, то есть вот... То есть участники этих отношений оценивают также, а я расту в этих отношениях или нет, то есть они оценивают, ну, собственный коэффициент эффективности, да? Ну, на сколько, кто сколько внес уставного капитала в эти отношения, и кто на сколько поспособствовал приросту, я немножко так ироничный, но, в принципе... Но при этом мы не про деньги говорим. Мы, естественно... То есть мы сейчас не меряем, сколько я вкладываюсь в съем квартиры, а кто сколько в еду, мы говорим про другие категории. Мы говорим не про деньги, но мы, по-моему, с вами упоминали, и это интересная тема, мы говорим об эмоциональном капитале, то есть мы говорим об эмоциональных вложениях, то есть эмоции стали так же порой в отношениях считаться, как буквальное внесение банковских купюр, да? А я вот столько переживал... Я услышал еще, что меряется не столько эмоциями, а сколько вот этими освоенными какими-то навыками на стороне. Ну, не знаю, я вот за последний год научилась летать на параплане, а вот ты, ты там, вот что ты сделала? Ну, речь... Да, я научилась вязать носки. Да, речь в целом, Да, речь в целом о том, что это вложение не материальное, но это вложение, и считаются, и капитализируются, и проценты ожидаются примерно таким же образом, как вложение денежных средств, да? Вложение времени, вложение собственных усилий. Еще раз повторюсь, ну, конечно, когда люди общаются друг с другом, они... от этих, как это... от этого участия никуда не денешься. Тут вопрос о том, что на это обращается внимание, и это порой, например, при расставании или при каких-то конфликтах друг к другу преподносится в качестве аргументов, да? Вот с моей стороны то-то, с моей то-то. Вот, еще мне, ну, кажется, интересная идея о том, что как выглядят сейчас современные, ну, по крайней мере, часть отношений, с которыми, может быть, наши телезрители сталкиваются, участвуют в этих отношениях. Я слышу об этих отношениях в кабинете, что... когда эти отношения прекращаются, люди для себя четко, что ли, понимают, что если ты переживаешь, то это неправильно. Если ты долго переживаешь, если ты, в общем, как-то эмоционально вовлечен в это... То есть, если как раз вот... Вы сначала сказали, что предъявляется эмоциональный капитал, но, получается, если вот проценты от этого эмоционального капитала обнаруживаются после расставания, то это плохо. Я как-то пытаюсь упаковать. Я так сейчас скажу. Вот, наверное, удобная формула. Я вложил некоторое количество... Это все про контроль и про определенные отношения. Я вложил некоторое количество эмоций. Ну, в этом как будто есть сознательность. Но когда наш бизнес подошел к концу или начал трещать по швам, я должен быстро изъять эмоциональный капитал... Свои активы. Да, свои активы, эмоциональный капитал из этих отношений, чтобы, может быть, вложить их в другие. Поэтому, если мне не удается быстро изъять, если я тоскую, переживаю, худею, не сплю... В общем, это вызывает у меня... Я знаю, надо личностно вырасти, избавиться от этой зависимости и спокойно идти дальше. Вот сейчас такой посыл, кажется. Да-да-да, я к этому веду. И гласно или негласно вот эта идея распространяется. И по поводу нее тоже можно дискутировать или что-то думать, потому что она неоднозначная. То есть если ты продолжаешь, не знаю, любить, ходить под окна или еще что-то, то, в общем, ты, может быть, какой-то не очень нормальный, ты какой-то неправильный, тебя могут назвать какими-то словами. В общем, ну, в лучшем случае корить и сказать, слушай, ну, ты найдешь себе лучшую партию, что ты паришься, переживаешь не о чем. В худшем случае послать к психологу или к психотерапевту, сказав, что ты, в общем, незрелая личность, потому что ты не должен так переживать по поводу другого человека. Ну да, уже две недели прошло, а ты все еще переживаешь. Да, ты же самостоятельный. Ну, не две недели, месяц, полгода. Вот. И интересный парадокс возникает в том, что я иногда вижу людей, которые, ну, скажем так, ну, имеют адекватные, может быть, или здоровые переживания, ну, хочу сказать, внутри себя. Ну, понятно, внутри себя, больше им негде, да, то есть они сталкиваются со своими переживаниями, но относятся к ним как к патологическим или к ненормальным, потому что, ну, так в социуме или в их социуме представлено, что ты, в общем, через полгода не должен тосковать и хотеть ее или его увидеть, видеть во сне и так далее, и так далее. Ты уже должен, ну, потому что это признак твоего какого-то, твоей инфантильности или незрелости, да, если ты, в общем, еще сохнешь по кому-то в течение какого-то времени. Иди лечись, иди от этого избавляйся, да, говорят знакомые, говорят из телевизора, говорят известные массовые психологи, да, сейчас не буду называть, чтобы не, значит, как-то... Человек приходит к психотерапевту, и психотерапевт ему говорит, ну, так-то утрату в течение года нормально переживать. Ну, иногда буквально, буквально так и происходит, ну, по крайней мере, можно выяснить, а почему вы решили, что то, что с этими чувствами будет происходить какая-то история, то есть человек будет переживать, ну, как бы это такая понятная вещь, вроде бы, да, но то, что она еще, эти переживания нагружены, ну, некими мыслями о том, что это не просто переживания, какие-то неправильные переживания, мне скорее нужно от них избавиться, это внутри самого человека создает к этим переживаниям, ну, такой отрицательный, негативный настрой, да, то есть когда же я от этой, ну, там, обиды, или от этой потери, от этой еще какого-то чувства, когда я избавлюсь, да. Да, и, в общем, тогда разговор о том, что почему ты решил, или вы решили, что это чувства, от которых вот так вот нужно их в негатив куда-то записывать, он может быть вполне продуктивным, этот разговор. Алексей, как удержаться, как не попасть в эту ловушку, которую сейчас расставляют, ну, пусть социальные сети, если мы говорим об этом, где вот постоянно вот это как-то подогревается в разных словах, с разными заходами, я так понимаю, что вот это как раз многообразие подачи вот этой информации и охватывает очень большую часть целевой аудитории, то есть, ну, молодежь захвачена этим, люди постарше даже. Как сохранить себя, наверное, вот такой вопрос у меня. — Елен, я бы ваш вопрос немножко трансформировал, и это не социальные сети нам такие ловушки выстраивают. Я не люблю вот такой разворот, да, что кто-то нам что-то делает, ну, я не знаю, инопланетяне, мировой заговор, еще кто-то, люди, которые хотят на нас заработать, это мы друг другу такие ловушки устроили, да, или мы такие отношения друг другу предлагаем, в том числе такие, ну, потому что они, еще раз, мы доросли до определенных социально-экономических отношений, да, до вот этого всего блеска, значит, благополучия и так далее, да, и неравенства, и желания обладания. Ну, я сейчас... — При этом еще за счет интернета, я подумала, мы доросли или дожили до момента, где ощущение близости с кем-то, даже если человек далеко, ну, нам кажется, что вот он рядом, я захочу с ним поговорить и вот напишу ему, и все будет хорошо. — Ну, масса всего, да. Поэтому не кто-то нам это расставил, и, соответственно, бежать-то особо некуда, да, а это мы друг другу расставляем, ну, и способ, один из вариантов, в который я это вижу, это, ну, те люди, которые ощущают, что им так не нравится, они что-то говорят про это, что-то пишут, как-то взаимодействуют с другими людьми. То есть я имею в виду, что так же, как в социуме, в этих отношениях выстроена такая, такой способ взаимодействия, ну, такой бизнес, таких бизнес-отношений, да, есть люди, и почему бы нам не быть этими людьми и поддерживать, ну, немножко другой способ отношений, где мы бережем чувства, где какие-то неприятные чувства, это часть отношений, где страдание, это не признак незрелости, инфантильности, не какие-то самодеструктивные тенденции, да, где человек не боится своего страдания, и, в общем, он выносит его, да, есть же разные формы страдания, да. Я сейчас подумала о том, что, ну, пусть, да, мы сами создали себе вот такую ситуацию, где молодежь, там, вот, захвачена вот этой проблемой личностного роста, но, наверное, сама жизнь, она может быть мудрее нас, ну, она наверняка мудрее нас, и человек оказывается в ситуациях, ну, опять же, того же расставания, там, или потеря работы, или, может быть, там, проблем со здоровьем, и он сталкивается с этим страданием, где он понимает, что все вот эти штампы популистские про личностный рост, они, ну, не работают, не работают, не так, не так. И вот именно такие жизненные ситуации становятся теми самыми точками личностного роста, где человек вынужден переосмыслить, да, пересмотреть вот эту рефлексию, про которую вы говорите, то есть он должен внутрь себя заглянуть и как-то научиться различать свои переживания. Ну, я соглашусь, и может быть даже... Сама жизнь как бы вот подталкивает людей вот к этому самоспасению, наверное, вот так бы я сказала. И может быть, если человек себя обнаружил на моменте, ну, назовем это расставания или каких-то переживаний, то как минимум у него может возникнуть мысль о том, что раз он с кем-то расстается, значит, он с кем-то встретился. Потому что часто я проблема союзов или отношений в том, что люди вместе, но они не встречаются. То есть они растут лично с национальными по себе, живут вроде вместе рядом. Это параллельные миры, параллельные какие-то заботы, да, и люди, в общем, ну, может быть, перетягивают каждый друг друга на свою сторону или имеют некое количество соприкосновений, но стараются не встречаться. Вот. Это немножко попахивает какими-то динозаврами, ну, то есть классикой и старыми вопросами, да. Вопросы... Любовь старой школы это называется, да. В чем шутить? Вы знаете, Алексей, как пахнут динозавры? Ну, в общем, я думаю, что все в какой-то момент так или иначе узнают, как пахнет эта древняя сила внутри них, и некоторые ее к ней присоединяются и начинают там, я не знаю, дышать вместе с ней, некоторые в ужасе пугаются и говорят, что лучше бы я об этом не знал, и идут там куда-то, да, пить алкоголь, еще чем-то как-то отвлекаться. Вот. Поэтому... поэтому вот по поводу встречи, ну, мне нравится эта формула, она очень такая, да, для того, чтобы расстаться, нужно встретиться. Но она парадоксальна, она заставляет задуматься, хотя бы попробовать ее осмыслить. Вот. те, кто расстаются, очень часто возвращаются к моменту встречи в своих воспоминаниях, что-то пытаясь там найти. Может быть, эти крупицы, которые привели к расставанию, ну, как будто там есть эти крупицы, а там они всегда есть. Ну, как всегда, в момент рождения есть уже моменты какие-то, да, крупицы увядания. Вот. Но дело-то не в этом, да, дело в том, как эти, не знаю, отношения сложились, как человек в них заботился, не знаю, о себе, о своем партнере, как он понимал его и так далее, и так далее. То есть иногда, может быть, расставание является тем, как это, сигналом о том, что человеку что-то нужно про это подумать, как-то переварить этот опыт. Вот. В общем, такая идея, которую сегодня хотелось телезрителям предложить, идея личностного роста, который распространяется на, вот, отношения, которые тоже становятся таким производством хороших впечатлений, хороших чувств. Если тебе человеку плохо, зачем ты с ним проводишь время, да? Ну, это же от этого, да? Уходи от него, иди к тому, с кем ты, с кем тебе будет хорошо. то есть как будто бы отношения заканчиваются вот так, на раз-два. Есть ли отношения, в которых, может быть, только хорошо? Ну, мне неизвестны такие отношения. Там всегда бывает и плохо, и тревожно, и еще как-то, еще как-то, да, и люди как-то либо переживают это вместе, либо они говорят, нет, все, это признак того, что нам с тобой не по пути. Ну, тоже это такая тонкая грань, как определить, когда уже действительно в отношениях плохо, необратимо, или когда еще плохо, но кажется обратимо, выносимо, но тоже, в принципе, не хочется, чтобы было плохо. Я бы этот вопрос нашим телезрителям задал. Мы так с вами друг с другом находим тему, иногда предлагая, может быть, вы сегодня дозвонитесь до нас, может быть, в следующий раз когда-то, Сегодня у нас уже заканчивается программа скоро, да. Как определить эту грань, где, как вы говорите, где уже пора, или где еще? Вы сказали, что если в отношениях плохо, ну, как сейчас посыл идет, значит, надо расставаться, но при этом, как я слышу вашу точку зрения, в отношениях не всегда может быть хорошо, там есть и плохо, и хорошо. Ну, это банальная идея, в общем, мне кажется, известная и всем. что вот этого плохо уже стало действительно так много, что пора расставаться? По каким таким меркам, меткам, не знаю, флажкам каким-то? А вот и вопрос, может быть, в заключении. Какое-то накопившееся плохо должно быть сигналом, ну, то есть я смотрю на это плохо и говорю, так, все, пора, или сигнал, может быть, необусловленный, ведь люди расстаются и тогда, когда им хорошо. Бывает такое. Да? Вот. И это тоже вопрос, и на что люди ориентируются, на что они полагаются. Тут, я думаю, мы, если бы получили какой-то опрос, услышали бы массу разных точек зрения. Я думаю, что мы можем в следующей нашей программе поговорить на эту тему и приглашаем наших телезрителей присоединиться к нашему разговору и звоните нам по вторникам в прямом эфире. На сегодня у нас все. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. Спасибо, Алексей. До свидания. Да, вам спасибо. Разговор по душам. Да.